Всем привет! Ранее мы рассмотрели стрелковое оружие войск СС во Второй мировой войне. А в этом видео представлен обзор на стрелковое оружие штурмовых инженерно-сапёрных бригад Рабоче-Крестьянской Красной Армии во Второй мировой войне. И хотя штурмовые группы начали формироваться ещё в ходе Сталинградской битвы, полноценное развитие сапёрные штурмовые подразделения получили в мае 1943 года, когда были официально сформированы первые отдельные штурмовые инженерно-сапёрные бригады, получившие в войсках прозвище «Панцирная пехота». Эти подразделения предназначались в первую очередь для штурма приспособленных к обороне населённых пунктов и прорыва сильно укреплённых рубежей обороны. Всего за время войны было создано 20 штурмовых инженерно-сапёрных бригад, которые в боевых операциях показали себя с лучшей стороны и особенно отличились при штурме городов. Итак, начнём с револьверов и пистолетов. Основным револьвером Красной Армии во Второй мировой войне являлся Наган. Созданный в Бельгии в 1895 году, он имел калибр 7,62 мм, патрон 7,62х38, принцип работы у солдатской модели ОСМ одинарного действия, а офицерская модель ОСМ двойного действия, ёмкость барабана 7 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. В 1930 году на вооружение Красной Армии принят пистолет Тульский Токарева, он же ТТ. Являлся первым армейским самозарядным пистолетом СССР. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ, принцип работы отдачи ствола с коротким ходом, ёмкость магазина 8 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Пистолет продемонстрировал отличные боевые качества, высокую точность стрельбы, большую дальность и мощное пробивное действие пули. Во время подготовки и записи этого ролика нами не найдено каких-либо данных об использовании штурмовыми бригадами стандартных винтовок Мосина, что довольно логично, так как эта винтовка по сравнению с пистолетами-пулемётами имеет небольшую скорострельность, большую длину, малую уместимость магазина и плохую эргономику, что для городских боёв крайне существенно. Это же касается и других винтовок, в том числе и самозарядных, АВС и СВТ. Но при этом отдельными штурмовиками применялся снайперский вариант винтовки Мосина СВМ для контр-снайперского огня и подавления огневых точек противника. Далее рассмотрим основное стрелковое оружие ШИСБ. Основным стрелковым оружием штурмовых бригад являлись пистолеты-пулемёты Шпагина ППШ. Созданный в 1940 году с целью замены ППД, он являлся самым массовым пистолетом-пулемётом Второй мировой войны. В отличие от ППД, ППШ был значительно проще и дешевле, фрезеруемые конструктивные элементы были заменены на штампованные. Автоматика работала по схеме использования отдачи со свободным затвором. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Изначально ППШ комплектовался барабанным магазином от ППД ёмкостью 71 патрон. При этом в боевых условиях эти барабанные магазины показали себя ненадёжными, излишне тяжёлыми и дорогими в производстве. К тому же требовали ручной индивидуальной подгонки под каждый конкретный пистолет-пулемёт. В 1942 году ППШ получил облегчённый секторный магазин на 35 патронов. Конструктивно пистолет-пулемёт Шпагина состоял из ствольной и затворной коробок, соединённых шарниром и замыкаемых защёлкой, спускового механизма и деревянной ложи с прикладом. В конструкции пистолета-пулемёта не было большого количества деталей, требующих сложной обработки. Кнопка переключения режима в огне расположена перед спусковым крючком. Режим ведения огня одиночный либо автоматический. Темп стрельбы 1000 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 200 метра. Всего выпущено 6 миллионов пистолетов-пулемётов ППШ. Благодаря скорострельности, ёмкости магазина и эргономике, он эффективно использовался штурмовыми бригадами в городских условиях. Также применялся советский пистолет-пулемёт Судаева ППС. Разработанный в 1943 году, он считается лучшим пистолетом-пулемётом Второй мировой войны. Отличался технологичностью, вместо деревянного имел металлический складывающийся приклад. Принцип работы – откат свободного затвора под действием отдачи при выстреле. Калибр 7,62 мм. Патрон 7,62х25 ТТ. ППС состоит из ствола, штампованной стальной ствольной коробки, соединённой с кожухом ствола сваркой, рукоятки управления огнём и приклада. Для улучшения кучности стрельбы в дольной части ствола на кожухе расположен дольный тормоз-компенсатор. Предохранитель находится в передней части спусковой скобы. Благодаря длинному ходу подвижных частей, ППС имеет более низкий темп стрельбы 700 выстрелов в минуту. Ёмкость отъёмного секторного магазина – 35 патронов. Приклад металлический складной, складывается на ствольную коробку. Вес ППС со снаряжённым магазином составлял 3,67 кг. В 1943 году ППС был модифицирован, ствол и приклад были укорочены, изменена рукоятка взведения, флажок предохранителя, кожух ствола и ствольная коробка объединены в одну деталь. Наиболее существенная особенность ППС – простота конструкции и технологичность изготовления. Он практически полностью собирался из штампованных деталей, соединяемых сваркой и заклёпками, чем обеспечивалась надёжность оружия. Всего до января 1944 года было выпущено 46 тысяч пистолетов-пулемётов Судаева. Также панцирной пехотой применялись трофейные немецкие пистолеты-пулемёты МП-38 и его модификация МП-40. Разработанный в 1938 году, он имел калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум. Принцип работы – свободный затвор. В 1940 году выпущена модификация МП-40, имевшая в конструкции больше штампованных деталей. Ёмкость магазина – 32 патрона, режим стрельбы только автоматический. Скорострельность – 600 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы – 120 метров. Всего выпущено 1 миллион 200 тысяч различных модификаций пистолетов-пулемётов МП. Перед тем, как перейти к пулемётам, хочется пару слов сказать об отличительном снаряжении штурмовых бригад. Так, три четверти бойцов бригад имели стальные нагрудники из тонкой броневой стали, в основном СН-42 второй модели, с нижней секцией на петле шарнире. Обычно нагрудники носили поверх ватников или телогреек. СН мог применяться как стрелковый щит, надёжно защищал от пистолетных пул и осколков мелких мин и ручных гранат. Бойцы охотно использовали их в боях за города, но старались не надевать в полевых операциях, где большая часть работы и перемещения выполнялись лёжа. Основным ручным пулемётом штурмовых бригад являлся пехотный пулемёт Дегтярёва ДП, его модификация ДПМ. Созданный в 1928 году, он являлся основным пехотным пулемётом Красной Армии в годы войны. Принцип работы – отвод пороховых газов, запирание раздвижными боевыми упорами. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Съёмный ствол частично закрыт защитным кожухом и оснащён коническим пламегасителем. В качестве питания использовался плоский дисковый магазин на 47 патронов, расположенный в верхней части оружия. Спусковой механизм пулемёта позволял вести только автоматический огонь. Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы – 800 метра. В 1944 году пулемёт был модифицирован, была добавлена пистолетная рукоятка, изменено расположение возвратной пружины, доработана конструкция сошек, а ОСМ получил неавтоматический предохранитель. Всего было выпущено 795 тысяч пулемётов ДП и ДПМ. Из танковых применялись пулемёты «Максима» и «СГ-43». Также советские штурмовики использовали противотанковые ружья ПТРД и ПТРС в качестве винтовых большого калибра. Они снимали имени немецких снайперов и пулемётчиков через стены зданий и стальные бойницы дотов. Весной 1944 года в состав бригад поступили ранцевые огнемёты РОКС-3. Созданный в 1942 году конструкторами Клюевым и Сергеевым, этот огнемёт состоял из стального цилиндрического резервуара цистерны для горючей смеси, малого баллона для сжатого воздуха, редуктора, вентиля баллона и брезентового снаряжения для переноски. Ранцевый огнемёт РОКС-3 заправляли вязка огнесмесью, дальность огнеметания, которая доходила до 40 метров. Для поджигания огнесмеси использовали воспламенительные патроны в гильзах для пистолета ТТ. Резервуар в виде ранца был объёмом 10 литров. Главное преимущество РОКС-3 перед аналогами того времени – возможность вести огнеметание как короткими, так и длинными очередями. Его хватало на 1-2 затяжных выстрела или 6-9 коротких. Эффективно РОКСы применяли для уничтожения противника в долговременных сооружениях и при прорыве укреплённых районов. Штурмовыми бригадами использовалось и другое оружие – противотанковые гранаты РПГ-43, противопехотный Ф-1, РГД-33, специальные зажигательные бутылки КС, нож-разведчик НР-40, трофейные немецкие фаустпатроны и панцерфаусты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео про оружие спецназа Советского Союза и оружие войск СС, поддержите канал с помощью кнопки «Спонсировать». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова